В Пекине состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Циньпиня. Не удивляйтесь, что эту новость показывает канал Автоплюс. Ведь среди обширного списка российско-китайских договорённостей оказался проект сборки автомобилей «Черри» на мощностях Ульяновского автозавода. Подробностей пока минимум. По информации ТАСС, масштабное партнёрство будет включать не только производство автомобилей, но и развитие неких новых технологий. Но раскрыть детали грядущего сотрудничества стороны обещают лишь только через полгода. Между тем, эта громкая новость оставляет после себя целый шлейф неотвеченных вопросов. Как минимум потому, что уазовский конвейер пригоден только для рамных машин. А у «Черри», как известно, таких просто нет. С другой стороны, на территории автозавода хватает свободных зданий, где можно запросто разместить отверточную сборку китайских машин. Но особого смысла затевать отвертку просто нет. Ни льгот, ни субсидий такое производство не получит. Единственный шанс получить какие-нибудь привилегии — подписать специальный инвестиционный контракт. Тем более, что Минпромторг сейчас набирает желающих выпускать электромобили. У «Черри» батарейная машина есть. Это кроссовер EQ5, который увидел свет летом позапрошлого года, а в ближайшем будущем должен выйти на российский рынок. Притом китайцы свято верят, что смогут наладить локальную сборку этой машины. Архитектура модели разрешает установку пары двигателей, но для паркетника избрали одномоторную схему. Электрический двигатель расположен сзади, поэтому этот «Черри» вполне логично имеет задний привод. Презентуя модель, китайская марка похвасталась алюминиевым кузовом, а также пробегом на одной зарядке. Он составляет более 500 километров. К слову, дизайн кузова рисовали художники из именитого ателье Пенинфарина. Между тем, Ульяновский автозавод давным-давно является участником спика. В 2018 году Соллерс, заручившись поддержкой Исудзу, пообещал выпустить грузовичок ОАЗ Сити, этакий аналог Газели. В металле его не существует. Дело ограничилось чертежами, а показываем мы Исудзу Эльф. Потому что кабину, раму и другие ключевые компоненты планировалось взять из японского ассортимента. А двигателем хотел поделиться заволжский моторный. Прошлой весной отношения между Соллерсом и Исудзу опять оживились. Пошли даже слухи, будто японцы хотят выпускать на Ульяновском конвейере пикапы D-Max и внедорожники MUX. Вот только слухи вновь оказались слухами. Поэтому нельзя исключать, что разрекламированное партнерство между «Черри» и Соллерсом лишь один из кейсов, призванных подчеркнуть всестороннюю дружбу России и Китая.